Что ж, я должен сказать вам, что пресса стала уже просто неадекватной. Вот Нью-Йорк Таймс. Такер Карлсон превратил христианский президентский форум в дифирамбы Путину. Иисус ушел! Владимир Путин пришел. Стив, ты слышал хоть что-то такое от какого-нибудь кандидата или хоть от кого-нибудь, выступавшего на сцене в этом пятничном форуме? Конечно же нет, я такого не слышал. Правильно, ведь все были за тех, кто против войны. Мне не нравится Путин, он не хороший человек. Но я также не считаю хорошим человеком и украинского президента. Я даже вот что добавлю. Я не считаю, что на данный момент мы на правильной стороне, что мы хорошие. Так что я не хочу посылать своих детей на войну, где я не вижу хороших. Нет. Но они все представили, как будто там не было ничего, кроме восхваления президента Путина, чего вообще-то не было. Чуть позже я еще вернусь к этому, но сейчас я хочу поговорить о Такере Карлсоне, так как мы провели с Такером Карлсоном несколько дней. И, знаете, что-то происходит, и это что-то должно придавать вам огромную надежду. Несколько лет назад он сказал, извините, пару месяцев назад, что он приверженец епископальной церкви. Это так забавно, когда он тебе объясняет, ну, знаешь, я даже не в курсе, что есть какая-то там Библия, мы в епископальной ею даже не пользуемся. А потом он говорит, я начал ее читать. Пару месяцев назад у меня появилось ощущение, что я должен начать ее читать. И вот я уже прочитал Новый Завет. И он такой, это поразительно. Это так забавно смотреть, как он об этом говорит, когда человек на самом деле заинтересован в прочтении. И начинает открывать для себя это все, и он такой, это же величайшая... Это же такая великая история, почему мы не говорим о ней? А потом он начал читать Старый Завет, и сейчас читает книгу Левит, которая тоже ничего. И ему все это правда интересно. И поговорив с ним пару дней, я хочу, чтобы вы знали, «Господь использует его». Есть что-то такое в Такере Карлсоне. И знаете, 10 лет назад мы с ним не были лучшими друзьями. Мы особо друг друга и не знали. Мы уважали друг друга за наши достижения, но по многим вопросам у нас были разногласия. И довольно серьезные 10 лет назад. И это изменилось. И я думаю, что это из-за того, что я начал по-настоящему смотреть его на Fox News. Он начал смотреть меня. И мы увидели, что наши основные принципы схожи. И Господь использует его. Он действительно его ведет. Так что молитесь за Такера. Я думаю, что это, что делает Такер, приведет к чему-то очень положительному. И он, в отличие от других. За последние три недели я встретился с четырьмя людьми. Встретился я примерно с 15 тысячами человек, но только четверо из них, по моему мнению, на 100% смотрят на все правильно. Они видят все со всех сторон. Такер один из них. И он говорил без обиняков, когда задавал вопросы. По-моему, это была Ники Хейли, у которой он спросил, «Это мы взорвали сегодня поток?» И я бы тоже задал этот вопрос. Но мне интересно вот что. Если бы я был на месте Ники Хейли, как кандидат в президенты, то ответил бы я на этот вопрос, учитывая последствия для меня, как кандидата в президенты. И я спросил Такера об этом, и вот что он мне сказал во время интервью. Ты сказал то, с чем я полностью согласен. А теперь об этом даже и говорить нельзя. Я считаю, что, конечно, это мы взорвали Северный Пару. Ну да, конечно. Да. По-любому мы. Ну да. И считаю, что это важное событие с разных сторон. Это экологическая катастрофа. Довольно серьезная экологическая катастрофа. Это акт вандализма. А кроме этого, вы должны строить вещи, а не разрушать их. Это также еще и атака на инфраструктуру. И что самое важное, это атака на нашего ближайшего союзника по НАТО, Германию, которая использовала этот трубопровод для своей промышленности. Мы только что атаковали нашего союзника. Это просто безумие. И не понимаю, почему никто не понес ответственность. Да, это мы сделали с помощью поляков или норвежцев. Это сделала страна НАТО с нашей помощью и поддержкой. И все об этом знают, и все боятся об этом говорить. Почему? Я не знаю почему. Но ведь нельзя об этом говорить. Я только что сказал. Нет, я имею в виду... Я безработный. Я говорю, что хочу. Я имею в виду, каковы последствия. И спасибо Господу, что Россия не отомстила. Это крупнейший, это наш страшнейший военный акт, который мне довелось увидеть. И это безумие, это абсолютное высокомерие на лицах этих людей. У всех. Типа, я бог, я могу делать, что захочу, безо всяких последствий, правила на меня не распространяются. И когда твое мировоззрение становится вот таким, никаких ограничений, мыслей о завтра. Как знаешь, люди, которые не смотрят в завтра, типа 80-летних президентов, им просто наплевать. И когда ты начинаешь себя так вести, то ты можешь все разрушить и даже страну развалить, по моему мнению. А, знаете, я еще поговорил с ним о том, что целью СМИ является сокрытие правды. Послушайте. Такер, я действительно подумал, и я не знаю, был ли у тебя такой же момент осознания, как у меня, когда я понял, что, господи, никто из этих людей в СМИ не проявляет даже академического интереса. Они просто печатают, делают свои дела, читают телесуфлер. Никто вообще-то... Потому что я на самом деле думал, если бы я мог, как ты, каждый вечер делать важные передачи, а ты делал очень цепляющие выпуски. И если тебе действительно интересно, и ты не согласен, то ты такой, ну, это, наверное, неправда, давай как проверю, проведу расследование по поводу того, что он только что сказал. Но они этого не делают. И это шокировало меня. Шокировало меня. Но ты должен спросить, почему, ведь никого, ни в Вашингтоне, ни в СМИ абсолютно не беспокоит ложь. Так что я могу выйти, начать говорить самую бредовую ложь, идиотски бредовую. Вроде климат, ваши поездки за город вызывают ураганы во Флориде. Но они говорят об этом каждую осень, и это безумие, и никаких подтверждений этому, и есть масса опровержений этого, и всем плевать. Но если ты скажешь правду, настоящую правду, то люди начинают истереть и требовать твоей смерти. И, конечно же, лишение тебя права слова. И к какому же ты приходишь выводу? Что целью СМИ является полное сокрытие правды. Правды, имеющие значение, они для этого и существуют. Они стража, не дающие людям говорить правду. Третий отрывок про то, что Такер говорил о саммите и о кандидатах. И меня это удивило. Когда ты проснулся сегодня утром, думал ли ты о том, что увидишь не одного, а двух кандидатов в президенты, которые могут настолько перед тобой опозориться? Я проснулся сегодня, как и всегда просыпаюсь. Я ничего себе не представлял. Я не пью уже 21 год, но каждое утро я просыпаюсь похмельем. Как будто после кварт водки и шести банок паршивого пива. Я отвратительно чувствую себя по утрам. Каждое утро. Так что я надел штаны, спустился вниз, выпил кофе и... Так что я ни о чем таком не думал, пока не уселся напротив Асера Скотта, который был первым. И на самом деле они всем не нравятся. Политики очень обаятельны, они умеют вести себя с людьми, поэтому они и политики. Так что они мне все нравятся. Но я правда считаю, что избиратели-республиканцы, да и сама система республиканской партии, не просит особо многого от своих кандидатов. Вроде того, что хватит уже повторять эти слоганы 80-х, типа «Сила — это мир», «Низкие налоги» и так далее, и я только за, кстати». Но ни на кого особо не давят. Да. Так что я ничего особо-то не сказал, и уж точно не был настроен враждебно, просто задавал обычные вопросы. Не могут ответить на вопросы. Они такие «Ты был очень груб, неужели?» Вы хотите править моей страной. Да. Понимаете, о чем я? Да. Я живу здесь, и у меня четверо детей, я не могу никуда уехать. Вы о чем вообще? Вы же хотите править страной, и злитесь из-за того, что я хочу от вас более конкретных ответов, которые вы уже должны знать, так как вы вроде как представляете меня. Последний отрывок — это Такер в моем спешале на Блэй Стиви. Вы там можете его посмотреть. Он там уже целый час. Такер и я просто пообщались вдвоем. И он начал говорить про Майка Пэнса, про то, что его больше всего удивило в Майке Пэнсе. Вот, послушайте. Меня передернуло от мнения Майка Пэнса о свободе религии. Ты не можешь такой «Я за свободу религии, но если священник говорит то, с чем не согласно правительство, то его надо арестовать». И все бы ничего, если бы... И да, я, можно сказать, придираюсь к нему, но если ты называешь себя христианским лидером, который за свободу религии, то ты должен защищать свободу религии, нравится она кому и винит. Никакая... Никакая свобода. Никто, никто и не должен защищать мое право говорить «Шоколад очень вкусный». Да. Окей. Если с этим и так согласен. Именно. Ты должен... И я не думаю, что даже наша сторона это понимает. Я встал, когда... Когда Билл Марс сказал «Я считаю, что саудиты, что угонщики были храбрее, чем наши военные пилоты». Я на сто процентов был с этим не согласен. Но когда ABC его уволила, я встал на его защиту и сказал «Что во фразе «политическая некорректность» вам непонятно?» Надежда. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин